10 стандартных вопросов о классическом массаже сухой техники Странный вопрос, раз есть семинар, значит можно делать и без масла. В принципе, научим делать без масла массаж. Ну, первое отличие это в том, что сухой массаж делается без масла. Ну, это, в принципе, логично. Второе, одно из таких важных отличий в том, что чувствительность ткани развивается намного эффективнее при массаже по сухому. Ну и, соответственно, в практике это будет приносить лучшие результаты, больше, нежели по маслу вы будете работать. Ну и, соответственно, дольше. Ну, соответственно, глубже проработка, работа без масла и улучшенная чувствительность тканей в ваших руках. Ну, вообще, в плане цены я считаю, что каждый мастер ставит себе свою цену. То есть, насколько он сам себя оценивать, настолько он и может поставить себе ценник. Все зависит только от ваших внутренних установок, блоков и так далее. Ну, так как эта процедура будет эффективнее, вы на нее потратили еще денег, пообучаясь, можете поставить цену выше, чем обычный массаж. Ну, соответственно, умение и навык должен быть выше, нежели работа по маслу. Ну, соответственно, и цену можно повысить на этот массаж. Сделать там не полторы тысячи, а две. Классический массаж без масла. Ну, в принципе, так же, как и в классике, плюс-минус те же самые проблемы можно решать. Но, опять же, возможность того, что вы будете их быстрее и качественнее решать. У вас будет ощущение в руках лучше лежать, вы будете лучше ощущать ткани, лучше ощущать подвижность этих тканей, соответственно, и спаечные процессы, и триггерные точки уже будут намного легче ощущаться под руками, потому что навык пальпации увеличивается за счет данной техники. И если рассматривать мануальную терапию, кинезиологию, такие техники, там нигде практически масло не используются. Соответственно, это уже прям максимально приближено к лечебке и спортивному массажу. Как быть? Здесь тоже есть определенные тонкости воздействия. Так, чтобы не собирать в катышки, но на ногах волосы. Мы когда учились только этой технике, у всех были катушки, поэтому я знаю, что это такое. Я знаю, как делать так, чтобы их не оставалось и не воспалялись у нас луковички, волосяные, поэтому, ну, тут просто надо показывать на технике так же работать, так же будет глубоко, сильно, мощно, но чуть-чуть там с тонкостями настройки своих рук. Ну, как минимум для того, что специалист должен быть многофункциональным. Он должен уметь делать и по маслу, и без масла, потому что кто-то придет, ему скажет, мне не нравится с маслом, давайте, ну, без масла мне сделаем. Ну и, соответственно, если навык в руках есть, вы можете предложить уже более расширенный спектр услуг в плане работы вам, сделать вам по маслу или без масла, соответственно, подобрать в разных случаях, да, там в одном случае лучше с маслицем проработать, в другом случае лучше по-сухому. Там пришел здоровый дядька, его, конечно же, лучше по-сухому промять. Пришла какая-нибудь нервная женщина, то там, конечно, лучше по маслу, она и так раздраженная, мы ее еще по-сухому мять будем. Соответственно, вариативность и подход к клиенту, она увеличивается в разы за счет данного семинара, поэтому зачем надо? Да за тем, что, блин, надо уметь и так, и так, надо прокачивать свои навыки и максимально быть крутым спецом. Если брать классику-классику, прям классический массаж, то там используются только кисти. Кисти, пальцы, предплечья мы не используем, не используем какие-либо инструменты. Был как-то на чемпионате по массажу, и там дядечка достал банки и начал на классике делать баночный массаж. Это не относится к классическому массажу, соответственно, ну, он не занял никакого места, ну, грубо говоря, он сразу провалил этот чемпионат. Вот, поэтому есть прям классика-классика, я буду давать прям классику-классику. Инструменты – это уже отдельные семинары дополнительные, в которых будет даваться именно этот инструмент. Допустим, на инсулитном массаже будут даваться банки, но я в классике давать не буду банки. Будет прям четко классика. Работать кистями, пальцами, основанием ладони, кулаками и так далее. Опять же, смотри, какой клиент. Если клиент хочет боль, а я покажу, как делать больно. Если клиент хочет размяться нормально, то это будет нормально. Вообще, как идеальный формат массажа – это когда немножко на грани работы, то есть вот чуть-чуть еще и будет больно. Как мои пациенты, пациенты моих учеников называют это приятной болью. Я думаю, вы тоже все не расслышали вот эту вот приятную боль. Вот формат приятной боли – один из самых лучших форматов работы с телом, с тканями, с мышцами. Если брать контингент от 11-10 лет и дальше, ну, в принципе, я работал и с 8-летними, и с 7-летними. То есть, в принципе, можно и в таком возрастном диапазоне можно, в принципе, работать с детьми. Но грудничками заниматься не советую, не стоит. Это уже надо прям отдельным специалистам учиться идти работать с грудничками. Это тоже, опять же, отдельная история. Это не детский массаж. Но если рассматривать с 11 подростков, подросткам – да, конечно. Им вообще будет очень хорошо. Есть такое желание, что донести этот массаж не только до массажистов, но и для кинезиологов. Чтобы врач-кинезиолог мог еще, помимо своего сеанса, еще сделать массаж, ну, либо классический, либо релакс. Это даст больше результат, намного больше результат, нежели просто почините человека, сделайте ему больно, подтыркайте ему триггеры, спаечки и отправите домой. Если в конце это все загладить массажем, а если это еще и промять хорошенько по-сухому, буквально 15-20 минут спинку промять или ноги, человек уйдет уже с комфортом сеанса, а не с ощущением, что его избили, и вот теперь как-то надо ходить еще с этим всем делом. Вот, поэтому я считаю, что этот массаж полезен будет вот как и прикладным кинезиологам, как и мануальным терапевтам, так и нам, классическим массажистам, в принципе. Ну, как массажем, те, кто занимается именно массажем. Поэтому всем будет круто с этого семинара, и каждый для себя возьмет что-то очень интересное, новое. Поэтому приходите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!